Жители села Ивановка бьют тревогу из-за предстоящей застройки зелёной зоны на улице Ленина. Ещё в 2013 году, когда от местных властей требовали срочно выдать бесплатные участки многодетным, эту территорию размежевали и отдали семьям с тремя и более детьми. Сейчас выясняется, что практически сразу участки скупил один гражданин, который недавно их продал уже третьим лицам. Ну и что тут такого, спросите вы. А причин для беспокойства у местных жителей оказалось несколько. На этой земле вообще строиться нельзя, потому что это дренаж всей Ивановки. Здесь болото, по сути. Тут все талые воды в этом месте собираются весной и стекают туда, в речку. Сейчас по территории будущего строительства проходит труба, в которую стекает вода. Но новые собственники, скорее всего, будут не рады, что через их участки текут стоки. Они, вероятно, проведут дополнительную засыпку и окажутся чуть выше, чем уже существующие дома. А вода найдёт, куда есть течь. Даже сейчас она стоит в погребах, и жители показывают свои бассейны в подвалах. А без дренажа будет уходить в огороды и дома. Тут и так порядок слева и справа страдает тем, что вода в погребах, в подвалах, в домах. А если застроить вот эту среднюю землю, которую размежевали, то есть вода будет ещё выше. То есть нам, я не знаю, в домах, в галошах придётся ходить. Вторая проблема – уже существующие коммуникации. Водопровод проходит по одной стороне улицы и через зелёную зону ведёт к домам напротив. Эти коммуникации, получается, будут под этими участками, под этими домами, которые хотят построить. Вот уже первый дом построили, а у нас у трёх домов уже под ним, на огороде, у них проходит вода. Я обратилась тогда в водоканал, сказала, что это у меня же по плану, это всё, план есть, всё я им показала. Они говорят, тогда надо было вам заранее приватизировать эту землю. Ну как её приватизировать? Вот именно. Да, ну мне план уже всё сделали, ещё в седьмом году это всё было построено, всё проложено. И теперь у меня вода проходит, вот у трёх у нас домов, проходит на их участке. Если что, они же нас туда не пустят, имеют право не пустить туда. И мы ещё что будем делать после этого? Третья проблема – не будет дороги для подъезда к нескольким домам. Совсем не остаётся места для дороги, для нормальной. Тут вообще тупик получается. Тут въезд один вон там, и выезда нет нигде. Сейчас местные жители проезжают по территории будущей застройки. Но судя по колышкам, которые установили владельцы земли, скоро до их домов можно будет только дойти. Потому что между столбами освещения, колодцами водоснабжения и забором не поместится дорожное полотно. С одной стороны, у них будет тупик, и поэтому чиновники рекомендуют им самим организовать въезд с переулка Комарова прямо по трубам коммуникаций и оборудовать дорогу, как получится. Жители Ивановки уже обратились к губернатору Роману Бусаргину и в прокуратуру, поскольку от местной администрации и от водоканала получили сплошные отписки. Они не думали, что поспешное решение межевания участков аукнется так сильно спустя годы. Поэтому решили идти до конца. Сейчас они готовят обращение в суд.